Человек-море таинственное изображение гиганта в пустыне. На этой неделе исполняется 20 лет с момента, когда пилот вертолета, который пролетал над центральными районами Австралии, увидел контуры гигантского человека, начертанные на земле, передает Демновин со ссылкой на ВВС. Фигуру человека на удаленном плато в Центральной Австралии часто считали произведением местных аборигенов-охотников. Это изображение назвали Человек-море, по названию соседнего города. Однако до сих пор остается тайной, кто создал это изображение и почему. Человек-море – это второй по величине геоглиф в мире. Пилот Тревор Райт, который первым увидел Человека-море 26 июня 1998 года, говорит, что случайно обнаружил изображение. Человек-море остается объектом восхищения с момента его открытия в пустыне в 700 километрах к северу от Аделаиды. Он завоевал популярность среди пассажиров туристических авиарейсов, поскольку с земли очень трудно разглядеть изображение. Согласно сообщениям местных СМИ, общая длина контуров Человека-море составляет 28 километров. Начальная глубина проведенной линии составляла 35 сантиметров. Местные жители считают, что Человек-море – это изображение австралийского аборигена, который держит в левой руке в умеру, устройство, что мечет копье. Владелец паба в городке Мори Фил Тернер уверен, создатели или создатели изображения были профессионалами. Кто бы ни сделал контуры, он делал разметку колом через каждые 10 метров, отметил Тернер. Если у вас не было координат, вы не могли знать, где стоите – на левом пальце ноги или на локте. Учитывая, что технология ГПС была взородышей в то время, это совершенно уникальное достижение, добавил он. На месте также нашли табличку с американским флагом и олимпийскими кольцами. Однако считается, что эти подсказки специально для введения людей в заблуждение, а на самом деле изображение создали местные художники или даже австралийские солдаты. Человек-море постепенно со временем начал исчезать, однако местные жители с согласием аборигенов Арабан использовали технику, чтобы помочь его восстановить в 2016 году. Ранее на этой неделе австралийский предприниматель Дик Смит предложил 3700 долларов вознаграждения за любую информацию о происхождении изображения. Как это могло оставаться тайной на протяжении 20 лет, отметил он. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.